Роман Власов, Егор Кадиров Бойцовские качества, характеры необходимы Поэтому, несмотря какая бы специализация ни была, борец, боксер, самбист, дюдоист, бойцом ты должен быть Все бойцы Егор, он победитель первенства Европы 2018 года среди юниоров Все встречи он на том первенстве выиграл досрочно 8-0 на туше, очень хороший бросок у него в стойке Но посмотрим, как сложится встреча с таким опытным борцом, как Роман Власов Для Егора это огромный опыт Я знаю, что они тренируются вместе, когда Роман немало времени проводит на базе в Подмосковье Борец работает с ребятами, которые там живут и тренируются, как Егор Большой и тренерский состав, и спортсмены очень сильные собрались сейчас в Московской области Руководит главный тренер Московской области сейчас Армен Григорян И вот с тех пор, когда он занял этот пост, в области борьба набирает обороты И вот сейчас есть возможность амплитудного броска Да, здесь скорее всего 2 балла Ну да, 2 балла оценили Так оно и было Ну я думаю, что на этом не остановится ни Роман, ни Егор Егор в любом случае будет пытаться врываться и провести свой прием Ну и Роман не будет останавливаться Он постоянно пытается идти вперед Это его такой характер борьбы Постоянно вперед, вперед, вперед Не выжидает, не удерживает счет Но благодаря этой активности и ставят его соперника в партер Где он добивается приема Все-таки в партере у Романа Власова прием поставлен очень здорово У Егора как раз в стойке хороший прием Но навязать этот захват таким серьезным соперником непросто Вот как раз на недавнем первенстве России 1 апреля Егор занял второе место в финале Он встречался с Сергеем Степановым Который недавно боролся вот здесь с Абуизидом Манцыговым Там они в финале боролись Егор уступил со счетом 5-4 Вот как раз провел этот бросок своей короной Но этого было недостаточно для победы Но предыдущий свою встречу он выиграл Благодаря ему У нас завершился первый период Вот коронный бросок Романа Власова, боковой пояс Много раз я видел как Роман его бросает Делает этот элемент И вот здесь хочу обратить внимание Специально подошел к краю ковра И именно там сделал бросок Ну да, такой тактический ход Потому что если бы это было на ковре И он вдруг оказался под соперником То это могло бы оцениваться как накрывание Ну либо даже просто спортсмен оказался сверху Мог бы заработать один балл Без опасного положения А ты тут за ковер выбросил И надежно заработал 2 балла Здесь за весовую категорию 77 кг отвечает Иванченко Михаил Михайлович Вот слева мы его видим в синем костюме Очень внимательно следит Да, он чемпион за своими подопечными Да, много лет так же как и основной состав сборной Он старший тренер сборной И вот уже много лет работает И в этом весе стабильно высокий результат показывают борцы Не Роман Власов, так и Александр Чехиркин Или Абузит Монцигов Ну сейчас вот выращивают Такими схватками выращивают Более молодых борцов Перспективных Таких как вот Егор Кадиров Сергей Степанов Пройдет время и они займут место Этих титулованных борцов Вот идет активная борьба в стойке Итак, сейчас посмотрим Дают балл синему, да Ну что, шанс для Егора Кадирова Если проведет техническое действие в партере Раньше накат оценивали в один балл Ну были накаты и в один, и в два балла Сейчас любой накат оценивается в два балла Поэтому если даже накатит Счет станет уже равный и в его пользу Кстати, по последнему действию он будет вести Но он нужен взорваться Вот сейчас Немного времени остается для реализации Нет, не удается Хотя захват достаточно плотный взял Егор Кадиров Ну захват плотный, да Но Роман Причестно знает, как справляться с этими ситуациями Тем более с Егором они работают очень часто Поэтому и один, и другой Знают друг друга очень хорошо Заканчивается схватка 30 секунд остается до конца Я думаю, что опытнейший Роман Уласов Доведет до победного результата Эту борьбу Да, боксы с таким опытом редко отдают баллы в конце схватки Все Да, заканчивается схватка Роман Уласов побеждает И заканчивается наш сегодняшний турнир, друзья Надеюсь, что нашим зрителям Такой эксперимент пришелся по душе